привет ребят вы на канале аналитика ошибок с вами жора и сегодня будет интереснейший выпуск на лекане у меня этом герой 400 плюс матчей поэтому сегодня будет что рассказать и в прошлом ролике вам очень понравился формат с фишками с особенностями персонажа с тонкостями способностей которые мы разобрали этом за две-три минуты поэтому сегодня давайте сделаем то же самое и кому это не интересно в принципе можете промутать вперед но я думаю лекан плееры обязаны это видеть первая способность призывает двух волков на третьем левеле прокачки они получают невидимость на четвертом левеле покачки у них появляется крипл эта способность имеет 20 процентов шанс сработать при атаке волков при этом она замедляет наносит периодический урон 8 единиц и снижает скорость атаки вражеского юнита на 60 самое интересное то что крипл стакается то есть на вражеском герою может быть два то и три эффекта каждого из волков можно забиндить на отдельную клавишу в игре это поможет реализовывать много интересных фишек для этого заходим в настройки в подконтрольные группы назначаем две любые удобные клавиши допустим единичка и двойка и теперь бинзим волков возвращаемся в доту зажимаем control и не отпуская жмем единичку значит на единичку будет первый волк зажимаем control жмем двойку на втором волке выделю второго волка у вас на двоечке будет второй волк теперь касаемо того когда это можно использовать допустим вы бежите за пуджом бьете его и нужно немножко подблочить выделяете одного волка забинженного заранее и ведете просто наперед и блочите выглядит эффектно и на самом деле очень эффективно но также нередко можно увидеть вот такой вот интересный блок крипом забегая наперед просто становитесь в узком проходе волчком гораздо удобнее это делать если у вас он забинжен на отдельную клавишу ну и конечно всегда можно отправлять одного волка на одну руну а второго на вторую соответственно ну а продвинутые игроки постоянно руинят ста коншей либо просто блочат волком чтобы новые не заспаунились еще одна супер изобильная фишка это забиндить клавишу идти таким образом вы выделяете одного волчка нажимаете на забинженную клавишу идти и на врага волчок будучи в инвизе преследует цель очень удобно удаленно собирать информацию нажали мул за героем и занимаемся своими делами хауль вторая способность ликана снижает броню и урон на 8 секунд работает радиусе 2000 от вас или ваших волков но при этом если на карте ночь что она действует глобально и на нейтральных крипов и на всех героев и соответственно на крипов с линией по пассивке феррел импульс все очень просто дает урон и хапориген который нужен на линии а вот с ультимативной все куда интереснее и на 25 секунд вы получаете возможность бегать на скорости передвижения 550 плюс критуете шанс ну практически каждая вторая тычка критический урон 240 процентов помимо того получаете еще доп хп и обзор ночью интересно еще есть фишка по срезанию курьеров на ликане вы когда зареспаунили сразу бежите в свой лес чтобы отправить волков к вражескому фонтану примерно с этой точки пускаете волков и бежите по примерно вот такой траектории почему примерно потому что в принципе это особо не важно главное чтобы где-то делали все на скорости подводим т3 аккуратненько проводим сюда волков тут пробегаем между двух табуров и вуаля вы на фонтане почти во всех играх в начале выводят курьеров вы их тут просто можете зафармить кстати контроль своими суммонами волками допустим или крипом с доминатора вы можете дать через настройки общего управления нажимаем на квадратик возле иконки допустим саппорта который мы хотим дать контроль волками и вуаля он теперь может управлять вашими крипами в целом фишек еще много но пора смотреть игру так ну и собственно возвращаемся к точке что мы видим то что пела первых волков он отправил на верхнюю руну на нижнюю руну вот и потом сделал то же самое сам пошел к т2 вышки тут просто скаутите волками как вам удобно главное не забудь это что героя нужно подвести к тавру чтобы начать блок блок я думаю можно в принципе блочить full крипов как это делает он но иногда на прям тяжелых тяжелых линиях можно в принципе одного крипа даже выводить то есть просто выводите одного крипа вперед и остальных трех блочке чтобы линия в итоге на вас запушилась этот клип умрет раньше и линию вы поставите по стартовому закупу можно купить 2 цирклетки 3 ветки 3 танго это более 100 и билд если вам по кайфу просто больше урона на героя иметь малика час универсальный то можете там медь 6567 дэмэджа плюс-минус вот если нет то вот как он через и маску иногда даже стик можно купить но это так кому как нравится добивайте крипов начать отводит крипов на кэмп плюс помогать энче это очень круто то что ты на лекане сам себе можешь блочить маленький кэм потом не будешь ныть то что сап не заблочил по итогу у него один волк был направлен на бэйна подтыкал его один волк был направлен на соответственно кэмп чтобы забанить но единственное что вы когда на этом фокусируетесь очень много по крипстату можете проигрывать давайте откроем крипов у него пока что один крип там мк очень хорошо ему руинил но сейчас стабилизируется это так просто на кэмп отвлекался соответственно чтобы выиграть линию на лекане нужно просто пассивно много фармить и обданаивать героев которые с вами пытаются как-то кайситься на линии вот против того же мк 7 брони у героя пассивка нереально жесткая мк 30 тира ранг у него какой топ 340 то есть у парня 10000 плюс рейтинга по скорее всего у него 11 около того сейчас инфляция птсов произошла вот и снова волчков отводит вкачал себе фирал импульс один волк побежал по интересной сети траектории он как будто на лекане через shift его отправил но это уже вообще приблуды и снова направляет соответственно на бэйна он slip на лынчу кликает бэйна очень сильно помогает своему саппорту вы же понимаете да что это очень выгодно потому что потом вот инча подходит и вы вместе бьете мк а бэйн уже откисает без ресурсов и непонятно чё на бэйне ему делать 30 бэйн кстати и 30 манки кинг линия вот это они под собрались тут но все равно к себе игрок которого мы записываем к себе не помню сказал елен 150 ранг у него платиновый лекан и я все время подсмотрел как он играет на суммонерах на бремастере на бесте на лека не очень хорошо играет поэтому тут два лица таксира я пока что вровень стоят есть гранатка сам пошел просто рейнджа кликать волков на правил вот тут кстати вот тут кстати не хватит рона вот тут бы помог бы вариант с бодиблоком он мог одного волка в теории вывести и подблочить ахати поэт на бреде потому что в очередной раз кем заблочен и вы же понимаете да что с этим ничего не сделать сколько бы ты центре не принес ты не можешь нормально вернуть линию аликан только рад тому что линия постоянно туда-сюда качается пауза от мк она будет достаточно долгая давайте мы ее сразу промотаем да такая прям пауза ты даже немножко по контролю но вернулся хорошо то есть вы поняли что вам нужно делать вам нужно аккуратничать на первых порах как можно больше крипов добивать тире динайзь волков направлять на саппорта с которым трогается ваш саппорт и по возможности еще банить а собственно кемп для чего кстати говоря по хорошему иметь бинт на одного волка очень классно о ее но это мы пересмотрим это мы пересмотрим как же хорошо бинты иметь дал нас такать monkey кингу и резко в рассыпную и себя и волков и 30 мк просто идет лесом мк у этого стата между прочим 288 побед на 188 поражений то есть офигенная стата он точно понимает как играть но как мы видим он на лигане него покакал так бэн 3 левела тут уже начинается лютый динай потому что во первых ты можешь питывать лишние тычки из-за шлема во вторых у тебя вера импульс плюс волки уже в двойку до больше урона и теперь манки кингу нужно будет прям потеть за крипов я смотрю тоже он на ликане в принципе немножко под до под приноровился чуть лучше начал крипов добивать да и сравнялся с манки кингом 21 на 9 21 на 6 они идут и просто зоопарком сейчас будут давить манки кинга слушай ребят забыл сказать то что уже статанул розыгрыш в нашем телеграме омка тут молодец краси красоту сделал бэйна просто вечно живут все очень статовые на этой линии он на ячей хотел спуржить сразу же стаки но им к сделал слишком все быстро он успел выкинуть палкой по моему он зарегенился на манки кинге до того как стаки спали он палку успел выкинуть а волчки побежали фласку забивать красотень донес себе манга кстати тоже распространенная практика на ликане если чувствуете что рез и заканчивается волки нужны прямо сейчас в моменте то почему бы это не сделать пошел бодиблог работаем работаем но чё-то как-то с хауль еще нажмет на из подрезал урон еще манки кингу ему из-за этого можно мк урона не хватить на ему просто не хватит с дэмэджа подводе блочить хорошо хорошо и . манга волки супер но идеально перфектов вообще очень хорошо они все делают на это эпик реально эпик братанчик но ты альтбак да что за альтбак интересно ну ладно что то что то у него не так на манки кинге но по-моему их просто жестко переиграли давайте нам творца посмотрим 2 800 были на ликане можно вообще лютую красоту делать а можно просто проиграть в сопли линию бездарно такое тоже практикуется мне нравится когда одна ликане в единичку берут себе хауль и на линии очень сильная способность как мы уже с вами разбирали из-за снижения брони и то что она глобально работает просто на пятой минуте к примеру на 5 да где-то на 4 на 5 вы можете хауль дать подмит вы можете хауль дать потоп на если тиммейты нападают и порежете кучу урона порежете армор не имба на 8 секунд до по-моему имба особенно если стима этими играете просто колите то что могу хауль кликнуть интересно им габроза в тельте куда-то побежал искать ликана он на мк на самом деле понимает что сейчас его геймплей на этом закончится и мисс волков уже появился он начинает имя расконтроливать все разогрелся на лике чем у него сто процентов бинды стоят на каждого волка потому что вы видите да как он там то 1 то 2 отводит а ты на мк услышьте он скорее всего на мк хотел как-то курьера подрезать это был бы очень хитрый умов согласитесь если бы он подрезал бы поставил бы вард заранее как-то и подрезал бы курьера с доминатором это было бы сильно я бы я об этом даже подумать не могу но вот вы будучи мк-плеером должны это себя в голове держать не на саппорте на саппорте это понятно эта база резать курьеров вот на керри им к так на перспективку а так вот что я не договорил сейчас хотя они будут нападать у них два кентавра им нужно прыжок сбить сперва им нужно чтобы кто-то ну все ты умер жмется уль 11 китавр промазал 2 есть он ходе нами качеств может порегениться не хватает даже близко наверно стоило кликать по кентавру хотя бы до получения ультимейта ликане почти в ста процентов случаев гарантирует вам открытие вышки особенно если вы раньше от 0 чем брак против у него сларка воды возможно вы его не убьете не продавите потому что у него ульта будет против ноги тяжеловато потому что иллюзии харморный герой она просто подвижка нажмет раклик у вас и может быть даже не умрет вот на гаде на с лучших общих героев в ликана ни в коем случае не не берите ликана в ногу буду сапов пофиг в кого играть плюс-минус в марса по игре очень неприятно в симбера невозможно не убивать его не жить пушивает вас пока да нормально вышка открывается и как раз теперь я могу вам сказать чтобы вы подписались на телеграм там розыгрыш 50 призов ребят 50 призов тут не дают вообще в телегу прорекламировать свою жену кому под замедлили котл пытается поддефать monkey кинга криппу срабатывает очень тяжело monkey кингу и так он еще часа бежит суммонами и по идее может попробовать зацепить котел кан тут бэйн еще на пригорке остался его сдохнули бэйнуха сидит а и второго еще героя хотели сдохнуть на пригорок он на ликане пока что подошел инча там потела да на пригорке чисто закидывала у них видите какая проблема у них все хорошо но у них мида вообще нет у них шейкер в миде 3 400 хускар почти пятерик а ее и хочет поймать его блочит нормально потеть можно но нет возможности не было убить так вот подпишитесь на телегу ребят потому что в телеге розыгрыш 50 призов 10 аркан на ваш выбор 10 дота плюсов 10 сокровищниц и 10 паков даблдауна по 20 токенов получается очень много ну то есть просто пак на 20 даблдауна их тоже 10 штук поэтому огромнейший розыгрыш 50 призов что туда урвете плюс телеге я лично делаю контентик чтобы вам было интересно вы пишите хорошие отзывы в телеге вам нравится поэтому ну хотя бы если не подпишитесь зайдите почекайте да если понравится ну подписку оформите не понравится ваше дело вот возвращаемся к к . тут monkey king летает 5 level вообще он он не ожидал на им к что будет настолько отвратительная игра хотел начиналось все очень даже хорошо лекан фармит себе доминатор доминатор сейчас так вот корявенько собирается из-за ультимейт орба который ты копишь просто пол жизни вот тайминг сумасшедший все сейчас просто фармим территорию у вас на лекане пустую как вы открыли вышку и там подрались в боте убили героя вообще идеальный расклад это 6 level убить героя открыть вышку поформить до седьмого скара убили на антамурса умер и он дайн умер а поформить до 6 7 потом лесочек можно со снэкс ультой стянуться под мид сломать мид вышку если того требует как бы игровая ситуация да если на халяву можете это сделать очками аккуратно контролит может еще чтоб точно полос едить хорошо нажать туда хауль пошел стак один шейс с ухом ему бы на бот кач вернуться он там сентря стоит он просто направил волков на рейндж крипа не знаю игра на лекане это конечно красота вот не показывал эту фишку но почему он сейчас доминатор отключил сборку кто обратил внимание потому что если вам прилетает доминатор 2 то вы теряете крипа сразу моментально он у вас умирает допустим вы даже не возле иншей но вам прям прилетел второй доминатор хотите инша взять теряете просто крипа с домика что в моменте может быть не очень приятно поэтому за лочери когда подбежали конча мы готовы взять нового то разлочили дракон конечно самый имбовый из скрипов его нерфили раньше он вообще был сумасшедшим эти хорошая нейтралка под дракона ману ему давать что у него довольно таки дорого стоит fireball 200 маны манреген питерик ну более-менее но все равно кончается мана если прям спамить вам два раза нажал там по сути на три раза хватает потом мана долго копится он просто сейчас качает на ликане вы должны понимать что сейчас можно играть просто с умонами собой фармить лес в линию толкаете агрессивно если у врагов все хорошо по карте именно person крипами доминатором двумя волками у него просто второй домик очень ранее поэтому там дракона он сам стягивается под ну а так обычный криптон допустим статир какой-то два волка они просто распушивают бота вы стоите рядышком получаете экспу с этого либо стоите более глубоко и фармить если слова вам все хорошо но только с умонами фармить нельзя потому что вы их будете терять так иногда можно нужно подходить жмется ульта он не попробует хускара забрать потому что у хускара кп немного осталось дракончик подбегает блин хорошо играет армлетом инвиз поджог его захилил котл ну помогите хоть немножко помощи он по итогу просто переключился вообще подумал что куда выгоднее было наверное вначале съесть бэйна но там такой вкусный хускара был но очень хорошо армлетом сыграл у него видимо и папа т.с. ну тоже топ 300 ладненько ладненько из минусов потерял дракона самого сильного крипа чуть ли не на любой стадии игры просто потому что очень много фарма дает и срезает все пачки и сейчас что-то старое странное происходит главное не нафидить крипасом 250 золота отдавать не хочется я бы этих крипов не брал я бы про фармил бы просто в целом он нормальный граммилыч клэп на 250 дэмэджи да тут по моему до 250 так спит 75 то есть он неплохой но не боли он просто взял потому что видимо файл сейчас будет надо бежать кто-то рейтит очень этого грамм граммилыча барабаны нажал побежал за карам очень сильный под барабанами слишком сильно бафает симонов nice nice шейкер дабылки только оформляет я если честно я в я фанат барабанов потому что мне кажется что этот предмет куда куда профитнее брать вперед кирасы слишком дешево стоит и слишком много дает этот предмет за 1600 вы получаете 45 так спина для сравнения кираса дает вам ну давайте оценивать именно атакующий способность предметов тут 30 так спида там 45 тут айтам 105 100 там 1600 работающий на всех сумманов и на тиммейтов да тут минус армор еще есть плюс армор аурой и плюс армор для лекана я так спит но блин разница 1600 и 5100 катастрофическая поэтому обязательно барабаны я бы советовал бы на лекане выиграть где вы можете так драться в начале именно темпово играть бэк от бэйн и бэнч с гриппом прилетит надо быть поосторожнее ну все а креп из домика сдох надо вырулить отсюда молки пошли пошли сразу же на скаут не он решил их развернуть крипас доминатора я уже говорил что за него конечно вы получаете золото нужно понимать что его нужно постоянно тоже использовать вот даже сейчас он и нажимает ведь это ваше золото скорость фарма в том числе отправил волков на эншей потому что можно в принципе подблочить плюс посмотреть такой тайминг как раз 48 49 секунды и если ты забанишь то если там стакуют а ты забанишь либо появление эншей заблок и заблокируешь тоже хорошо 12 левел талант на десятом на снижение брони от хауля неплохой талант попробую сейчас подворовать крипа ай если в хауль не нажал бы я думаю он бы этого крипа бы забрал он нажал хауль из этого им к добил хотя вот он monkey king включая не была готова мисс чиф не сбил не получилось капут крипу походу нужно подметки чего вы сми дащи все бегут сюда надо осторожнее быть на он поздно ушел т.п. 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 надо троить даже из собьют только не сбили а вот поэтому я и говорю что ты думаешь на тебя выходят челы там и тени и бэйн но они выходят они не успели вот на хускаре поторопился и как итог он просто на ликане успевает уйти нажал т.п. не умер в такой ситуации который как бы должен был погибать поэтому почему бы не попробовать до критично т.п. не рисковать телепортом тогда когда допустим ранние стадии игры и ты потом не вернешься на линию тебе допустим собьют а только ленинг стадии и ты ты должен вернуться от тебя не получается это герой нишь себя этим телепортом очень много скаутит карту я думаю что ликан обязан это делать на хай рейте так а вот пока что когда не может помочь подфармливает на торс неплохой он много сделал для катки в целом его прям очень много на ликане на карте 504 без смертей открыл вышки подстопорил игру хускару немного хускар был бы еще больше но к сожалению слишком плохая игра у шейкера там урса под ботом все герои тп шатал на урсе умер сейчас бы убивать бы хускара 1 но у них просто нет героев чтобы это делать еще ли не ондайн курсом таки жмёт ульту будут будут пытаться дизайном как и по ничей не попал в числе ссылки есть новые убили просто его на из но он ошибся на вскоре он не стрельфонуться в сторону и че не нажал перед скилл по ней тоже она просто дала ему три импедус а потом ликан под барабанами крипы начали дубасе жестко под замедлил направил волкана теника чтобы сбить ему блин кто же как варианта так волками распоряжаться мы решил домик не тратить не могли сничай тут шишками закидать а ходе поле все-таки засумонил шишу молочки бегут но блин не хватает но ничего по цивили ничего агрессивная она еще на них побежала с 30 хп шейкер full камбэк для шейкера плюс 600 золото и соло экспо на мк мк после бот линии вообще игры нет недавно видел высказывание с лсиком и камиля друга и тора по поводу того что есть типа несколько лучших персонажей для поднятия ммр он говорит но самые лучшие это луна мк да я кэш покекался этого мк лучший герой для поднятия рейтинга он типа руководства слойка что ты в любой матчап особенно корма чап внесешь импакт но по факту мк это вообще ну типа дерьмо герой на керри чтобы бустить себе птс у тебя нет должного сноубола сейчас игры всегда стабильно затягиваются мк слишком нестабильный персонаж со слишком нестабильным этим ультиматом героя винрейт там 48 процентов да нет конечно мк нельзя пикать чтобы поднимать ммр нет не тот герой если на морфе этом на каком-то соглашусь на луне там тоже соглашусь но вот на на мк это очень странное заявление дасты купил подбежал просто посвятил до 100 минут очень неприятно кашабайна убьет очень хороший первый скилл от кускара казалось бы не стану как он долго на ликане его впитывал впитал тот скилл очень долго на месте стоял есть подозрение что он бы если бы чуть лучше бежал бы наверное выжил бы нажал даст и и почему-то решил рядом по находиться но бить ты естественно бы на не больше эти очевидно бэнт в тебя нажмет гриб если будешь подбегать вот сейчас у него хорош клип в целом неплохой ну из базовых он наверно так топ-2 топ-3 мне очень нравится крип в лейтухе на перезарядку его способности там есть крип который лизяной кэмп они еще раньше атаку имеют ну по крайней мере большой и вот маленький имеют 10 процентов кулдаун редакшна ну по крайней мере раньше так было сейчас не знаю давайте посмотрим не видно ничего все везде драконы сказка для ликана он подстакает может быть сейчас что-то найдет кучу кулдаун редакшн ты неплохой крип остался он там сколько где 10 11 12 14 на радиус 1200 то есть еще аура что немаловажно то есть у вас у всех тиммейтов перезарядка меньше файте к крип живой и способности наколдованной в этом радиусе вот тут какую-то странную штуку я вижу почему он купил себе вместо просто вообще и вот тут уже кира кираса вот он хотел себе покупать да с гиперстона как только ты увидел на котле гост и как будто обязан купить себе нули файл в этой игре то есть обил должен быть барабаны нули файл в моем понимании потому что а там monkey king в этом форстафы будут и у латини будет госты какие-то короче ну это тени xd коровы тут его не будет но не суть не суть слишком имбовый нулик те на ликане нужно найти таргет файти на которого ты направишь сумоны и в таких случаях я бы скипал бы кирасу покупал бы барабаны нулик а так спит будет у сумонов будет не спел будет будет поэтому норм тем он почему он купил блин к мечтам говоря вообще в голове не укладывается но блин как что как быстрее двигаться по кэмпом быстро больше сплететь быть неуловимым наверное еще несклик имеет место быть не знаю я почему не купил может просто хочет быстро молодца сейчас увидим дракон стопе просто пушит пачку у дракона мало того что огонек есть так еще есть сплэш то есть вам вот сейчас он мог даже не тратить ману а просто убил бы двумя точками добил бы кэмп нет смысла тратить ману когда дракон уже дал четыре удара и пачка почти умерла фуловая потому что сплэш и подпушивает а плекан под мидом собрались они значит да под мидом играть уже посмотрим как будет реализовываться блин дайвер дракон бежит стопа мы это знаем да он поискал бы на не получилось взял иллюзии но файта уже не будет уже двух саппортов убила он отправил отдельно выделенного дракона на топ линию чтобы просто сплетилась топ линия на ликане я хочу отметить что вы когда вы бьете лесом даже не нужно смотреть вы просто направили себя на лес вот так вот вот red click допустим отсюда сюда направили все смотрите карта прокликиваете хускара прокликиваете теника управляете волками вот такой у вас геймплей должен быть типа вот он сейчас бьет кэмп вообще не нужно смотреть где он бьет вообще не нужно смотреть просто нажмите red click потом red click вот сюда вот сюда там допустим сюда и сами управляйте суммонами практики в эти вражеских героев все что вам надо короче он скорее всего мискликнул потому что ночь итогу он хочется какой-то странный микс он имел получился гиперстон блинг потом 0 файл может он все хотел шлем блинг тут шлем даже не рядышком не знаю если после этого ни разу не умрет то в этом может быть что то есть дракона заныкал оба снять и дракон находится такие вот кустики сюда можно поставить там сюда карта можно поставить сюда можно поставить и на 30 секунде просто срезать одну пачку и отправлять на какой-нибудь кэмп типа сюда пока лес фармит ничего не происходит давайте посмотрим . fuels сюда можно сюда отправлять то же самое тут заводить крипа вскипать отсюда пачку тут подфармливать Вот снизу вообще очень удобно в его ситуации потому что тут кэмп есть тут кэмп есть пачку съел увел на кэмп пачку съел увел на кэмп пачку съел там увёл сюда потом потом сюда можно то есть чисто этот дракон может очень много фарма получить и вам на ликане после там левел от наверно 15 слабенько xp получаете потому что весь геймплей построен на том что вы играете с умонами до team fight естественно скаутите фармите подпушиваете очень неприятного из такого дракона играть надо конечно же его убивать иначе он слишком много делает вот дракоша много простаивает как вы можете посмотреть да то есть он не фармит нужные гэмпы но он сейчас позабочен озаботился тем что надо волками еще ситуацию палить можно в принципе мув нажать волком волк не бил поэтому когда волка привели в какую-то точку атаку в пол нажали когда грибы подойдут волк будет атаковать все собрал инфу что герои улетели да просто добивается 0 fire пока что-то происходит кота очевидного play он не видит он видит ситуацию в которой он просто качает себе нулик тут тиммейты вроде как дерутся все он он возвращается к качу до сих пор офигенный натвор сдержит а в блинке ли дело либо в крепе в которого до сих пор не убили непонятно в чем-то точно дело есть вот не использует он эту тему то что вот сколько у него уходит на прокач вот он задувает давайте посмотрим все равно пошел он шей качать вот он задул атака в пол раз . 2 . все за 8 секунд уже к умер км прийти по фарме а тут ты же успеешь просто редкликом сплошом и через 20 секунд и вернешься и качнешь только тоже вроде как мелочь а приятно вот эти волчки которые бегают их можно использовать просто на рейнджа и направлять можно одного волчка в топ одного волчка в мид и нажать хауль еще чтобы обе линии были за минус армурены можно шарт купить если вы понимаете что будет долгая игра просто рандомно по одной из волн будет идти волк который тоже впитывает хауль если день допустим дата эта линия тоже будет за минус армурена аркейн руна ну нулик есть на самом деле он может взять себе аркейн руна по какой причине потому что все с новиком ты дружочек не живешь жмется хауль убивается герой находит бэйна глимер и типа это ну понятно недоволен он геймплеем из были телепорт еще муки кингу что за пилот интересно он тут по идее глейпнер на глейпнер думал глейпнер пкб но пока бы он в этой игре не стал брать кирпут окей короче очень много полезной информации можно на ликане собирать и делать вообще в полезных действий все упирается лишь в вашу фантазию в необходимость какого-то конкретного действия в игре или действий ну и в вашем скиле в первую очередь конечно если вы плохо играете то включали будет тяжеловато но все приходит с опытом ликан базовый сумку с моим персонаж на нем нужно учиться играть потом на всяких он друидах бизажах и прочих будет попроще будет добавлять себе их в пул пауза от хускаром напомню вам чтобы подписались на телегу там розыгрыш 50 призов да я уже говорил в этом ролике деменции пока что не развивается но просто на как напоминал очка вообще если героям бит дают вас такая таблетка лежит можно и маншар толпануть были зенистов я видел пытались брать радик и мьелмер но не работало такой сразу спойлер что это как-то на ликане можете себе позволить купить радик мьелмер когда-нибудь а появляются там у противника скорее всего шесть слотов fly и тараска хихи вы всем пофиг на твоих на твой мьелмер и радик таршанах от играть или канта очень быстро герой по забиранию раша на еще какую фишку скажу фишку а темку можно купить домик 1 можно купить владимир просто базилку берете нам андриген после доминатора потом собирайте владимир так тоже иногда билдится на ликане и на суммонерах на бесте особенно особенно на тех вот как бист который дает еще аура так спида прям очень прикольно забавить тиммейтов потому что грейд 2 доминатора он не всегда выгоден допустим против дума я бы задумался бы таком билде потому что дум у дума талант есть на 15 уровне который доминаторного крипа 2 уровня съедает из таланта девор можно применить на эншентов то есть он просто съедает ваш домик пока дефейте вот и смысла домик не так реализуется как хотелось бы только решил себе бкб купить но не слады как кончаются из-за блинка в том числе в рашане есть скрип по моему его же волчок и стоит копия дракончик если вы обратите внимание он практически не водит за собой этого дракона это максимально правильный геймплей слишком сильно запущенные линии плюс огромное преимущество панут ворсу плюс постоянно можно одну линию не пушить это дает огромное преимущество в игре ну и дракона всегда прячься всегда прячься тут ситуация такая что скорее всего враги бегут к рашану но в целом форма 0 м чуть-чуть в сторону его отведите потом же две пачки съел две пачки это 500 золота хотя он просто бил рашан вот так вот бкб рейт кликом имеется но на простом куда положить бкб до стабежды вот для чего блинка вот для чего на лифаер прыгнул в котла убил легкую приятнейшую цель какой хаслэм отличнейший от шейкера только что-то урона просто нет лика на закрепили какие-то счета он сводит и все дают дэмэдж поликану успел навесить нули фаре просто как мужчина до конца подрался пока тут на то смерть там он под копьями был драконит за прилетел эти я бы драконом не старался бы импактить файт это вообще узла сейчас особенно без формы твоей он бы мог уже мид толкать тут куска разоберут да нормально ну так создал ощущение того что тут много героев под добил крипа немножко дал дэмэджа по тиннику на самом деле уже толкнул бы эту пачку уже толкнул бы следующую пачку вот она подходит много фарма уже убежал бы в топ и тут тоже могу пофармить такому дракона мс-300 выглядит как будто у него большая масса а бегает как к курсу то написано 300 обманка обман очка арчидный билд еще нормальный на ликане хекс билд хорошо в некоторых случаях аганимный бил тоже прикольный с корами которых можно укусить дать им спадрить им свою ульту своим там и так далее фантом к сларко очень прикольно дракон просто посмотрите насколько дракон имбовый крип но это вещает шок ты про и просто на герой столько не фармер сколько драконов фармишь и конечно конечно за ним еще впадло иногда бегать в наконец-то он фармит кэмпик драконинзы потому что сюда впадло ввести дракона тут герой какой-нибудь будет убьет дракона либо ты дракона потеряешь либо ты там просто золото отдашь короче в любом случае неприятно несмотря на первый нетворц у него достаточно маленький ловел потому что фармить естественно не своим персонажем а в основном суммонами и кираса практически готова ну по кайфу играть суши меня мне нравится как себе играет у него там факап на линии произошел один пару раз в тимфайте но мог чуть лучше сделать постараться пожить но в целом очень хорошо он все сделал на ликане мне нравится то что он использует базу это скаут волками вот прям как сейчас что очень хорошо используют дракона естественно рейтит дракона видно что ни одну сотню матчей разменял на суммон персонажа хоть и платиновый но все должны понимать что-то многие игроки играют без года плюса у меня налега не 400 матч у меня он тоже платиновые 400 матчей хватает и до 30 тире он даже если уж так глобально взять смаканули дракон под мидом эти волков можно на скаут отправить до вперед всегда когда бежит из маке можно волков чуть-чуть вперед там они увидели тени там еще бэйна было видно вижу ночи хороший поставился от зомби плюс тамба просто из на тени урон конечно сумасшедший когда кираса появляет капец она восставал на самом деле почувствовал свой урон и просто пошел убил одного второго но с ним тяжеловато будет показалось ну что-то прям хороший дом и ладно кираса плюс барабаны он последний заряд нажал плюс не мизер с курса увеличиваем и ровно восемь процентов и по итогам боя там конечно да мы шуей барабаны можно потом заградить нам во первых вы игнорируйте все замедления сгреженных барабанов ботинок можно если вначале ботинок хотели прикупить как раз потом вот не градите его можно в эти барабаны засунуть ускорять тиммейтов давать атак спит уже атак спит 50 они 45 мелочи но все же опять же в файте он был готов проскаутить волками да там конечно очень хороший вард залетел от зомби поэтому всех стало видно но не суть бежите с маке волчков вперед 1 влево 1 вправо и просто по прямой куда бежите с маке талант на десятом снижение хауль есть очень хорошая игра на самом деле можно и волкова брать это не так плохо можно общественно закачивать потом брать талант это вообще прям база база на пятнадцатом левый талант сто процентов на 20 вот тут 50 на 50 то есть вы можете на самом деле под кирасу барабана взять себе урон анферал импульса и просто высекать челов как это было сейчас можно чуть дольше по файту бегать если вас допустим могут откатить нажмется ульта надо бейна найти увидите что он делает он он блин берет чтобы за секунду прыгнуть в героя и потом нажать нулик это очень какой-то необычный подход есть на лифаре есть под подстаны конечно отвлека он бьет вообще по-другому когда герой стоит не двигается не регенится дамы что ее и но тут уже и урса дает импакт гриб слабенький кто-то видел теника на побоялся что я очень спустя ник можно шот на 1200 хпс про каста это коровый тени там гем варялся возле крипа если не забыли можно забрать будет и по итогу сейчас будет осада осада осадаса помните я говорил про тот момент где он драконом мог мид и топ подпушить вот сейчас бы по итогу это вышка бы упала бы и они бы старались бы делать мегасов 2 ббк надо дождать врагам что не втроем никак не задеваются на ждать бэйна хускара но вопрос в чем если у них время чтобы ждать бэйна хускара глифа глиф есть ты не жмем байп откидывается немножко они просто вышка не упала уже бы делали бы мегасов тинь нападает а чё хлопните вопрос не не получилось я думаю за за нулик и если бурса бил бы то они бы могли попробовать его быть лучше не нужно было там два героя мертвые но под котлом видимо не смогли окей окей в последнюю сторону так ломиться тупо естественно мы этого не будем делать вот если вы на это на небольшом рейтинге это поймете то все будет шикарно вместе заметьте как они кучно уже бегают с определенной стадии игры как они вместе собираются если даже они расплечены в team fight вот я называл рейтинг катками смотрел это вообще ужас там нужно извините обосраться чтобы вместе все челы стакнулись это конечно это самая бесячая карта смотришь закатками на небольшом рейтинге тут все все понимают то что уже нужно играть вместе там чё-то каждый что-то дофармливает кому-то что-то нужно всем пофиг главное вместе играть в командной игре даже не один из стен играю чтобы что-то дофармливать если команда не против подождать то озвучил мысли докачался потом стакнулись вот сейчас минимальный минимальное время рожана как только она наступает посмотрите раз два три 4 5 все герои в одной точке карты их буквально на мониторе всех практически можно захватить капу шутбот линию хускар там был под вардом вообще у них была опция вот не вот тут вот видели хускара сейчас которыми запушил он по итогу убежал либо опция ждать рошана либо на самом деле они могли хитро жопа вот сюда смакануться челы не были бы готовы но и за скоро они не особо хотят нападать вообще им выгодно чтобы в них забегали потому что ну тут вообще просто происходит фановый момент он на лика не мог его добить все какие-то у него принципиальные счета именно с бэйном заметили он мог блинка нажать в мк просто убить его с тычки а по итогу укусил ворсу а по итогам прыгнул убил бэйн хотя он кабы бэка тоже не было насколько мне правильно помнится ах ты ж хитрый жук смотрите что он делает он получается агоним нажал переложил после того как он ему не нужен стал и и он просто в паке лежит а слот в инвентаре полноценные типа барабанов там или домика нормально нормально а еще где можно домик брать крипа и перекладывать в бэкпэк он у вас не умрет камере когда я наверняка не играл с утками такого вообще вообще я бы сейчас этого драконом и скипнул бэн тебя три армора уже не нужно который дает он аурой сплетить линии не нужно дэмэджа файте у него так спит небольшой у него так спит ну а нормальный но это языки раз и скорее всего вообще у него маленький так спит я бы взял бы вот этого волка на добро для урса для себя для своих суммонов аура и у волка там тоже приличный урон и бегал бы с этим волком мне кажется он просто сильнее чем дракон дракон нужен когда нужно сблить тут вы 35 тысяч уже нарастили как будто можно крипа поинтереснее взять тот же голем на хп который 15 процентов кп для такой стадии это немного немало 5075 400 525 хп примерно если я правильно посчитал для 3500 хп ликану но я считал быстро поэтому так но для шикера там вообще забейте у него почти пятерек по хп 750 плюс-минус даст на 5 хп герой короче сильный крип просто ждут на шандар шан на фул на верочку в целом у на лика не мог примерно вот отсюда опустить волков в топ если крипа впадло но он волков а так вот при запустил он увидел манки кинга на знамя еще взял салты прям полностью забитый нейтралка номер из мандреген до сих пор осталось огонь и можно съесть домик можно в бэкпэк положить хекс до купить и рефреш до купить актарин до купить траву лада купить шиву до купить дезольда купить обисал до купить то есть тут уже все вашей фантазии ограничивается и необходимостью конкретного артефакта и нега даже гост можно купить просто чтоб алибар то чтоб полезнее быть короче предметов там вообще мама мимия что уходите то и покупайте шибер становится там слип может быть от бэйна мне по и на фокол слишком далеко стоял он по итогу на хаскаре без бэбэка погибает и сейчас будет сломан трон все понимаем да что вопрос времени вот он мк на бэнни типорит выстегнула с 2000 криты по 1200 на остатках ультимейта и три героя без бэбэка судя по всему сейчас и закончат барабаны используем каждые 30 секунд потому что перезарядки на них призят на них маленькая заряда больше нет скидываем замедло в котла хороший предмет если играете веника тоже любые замедления скидываются такие вот они не скидываются они игнорируются исполненно допустим может висеть когда барабана закончится то скилл продолжит замедлять но во время 10 барабанов можно выбежать либо набежать на противника постарался для вас много информации в принципе полезной дать сыграл он очень хорошо мне понравилось классно то есть он делал такие прям глобально базовые вещи немножко в медгейме что-то там произошел с этим блинком непонятно я бы все таки не брал бы блин просто купил бы нули файры старался бы позицию выбрать чтобы этот нулик хорошо нажать там еще скорость нули файру дали хорошую что барабаны под нулик муж сам он и сами сами грозут бэйна вот но в корне это так не критично оказалось для этой игры очень показательно было как крипами тут играть на ликане вот и если ролик понравился то подпишитесь на канал поставьте лайк и обязательно 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 подпишитесь на телегу ссылочка на телегу в описании кто не подписан тот тут не подписан но все же подпишитесь пока всем